Давайте смотреть, у нас сразу же килл от Шакса прилетает, дисбаланс падает, при этом команда атаки идет у нас на точку Б, РПК на почках, Зайву ЦЗХу не реализовал, но при этом можно успешно зайти на точку Б для команды Спирит, у РПК перезарядка, сам Дайан кловит Апекса, но при этом на релоуде РПК не поймали, в итоге килл произошел, Бесута отвечает по миру и Чоппер последний один против двоих. Да, тяжелая ситуация для Чоппера, но берущиеся, если будет все залетать, но не залетает, и вот вам Месута, два убийства на пистолетке, после нуля на Тасте. Поздравляем Месута, да, представляешь, сколько целую карту сыграл, кучу раундов и наконец-то, наконец-то. Уже аппетит должен быть невероятный какой-то, максимальный просто, голод. Коэффициенты от нашего партнера GGB, это 1.55 на Vitality и 2.38 на Спирит, и вот, собственно, режиссер, да, тоже немножко троллит у нас молодого бойца команды Vitality, говорит, Месута вернулся в эту игру. Вообще, наверное, очень важно было вот так начать, пистолетку сыграть, сделать сразу два минуса. Очень важно. Это важно, потому что он уже действительно думал, что все, может быть, не умеет играть он в CS, может быть, надо менять дисциплину. Но в итоге его убедили остаться еще на карту оверпасс хотя бы, и он сразу делает 2 кила, соответственно, я думаю, в команде Vitality он задержится. Сам Дайанг вместе с тиммейтами зашел на коннектор. Мир купил очень необычный пистолет, как для терровского экономического раунда. Ну и как-то они не могут понять, кто же первый. Я так понимаю, Мир все-таки просит, чтобы глоки шли вперед, а он будет пытаться сыграть на размене. Ну а команда Vitality играет наглухо. На А-пленте встали, чекают аккуратненько, но при этом готовы подпустить команду Spirit. Интересно, как береты вот эти сработают, да, сейчас посмотрим, сможем ли Мир? Да, по идее, никак, мне кажется. Вот так вот, вот такой прогноз. Давайте осмотреть. Давайте, давай, Мир. Удивляй. Не, ну просто без гранат, без ничего, где их там реализовать, где береты? Хотя вот попал по за его неплохо. Еще один килл, еще один минус, но и береты... Мне кажется, как Заеву сейчас как будто в тире по цели. Он попал, на самом деле, по Заеву хорошо, как раз таки с тиммейтами, но в итоге Заеву сумел... Не было армора. Были бы сейчас эти арморы в этом раунде, команда Spirit сейчас бы нам могла зайти. Потому что МПХ бы не так разваливала, и, собственно, Шокса тоже можно было... Красиво Заеву сыграл здесь, просто переводился налево-направо, налево-направо. Везде успел. Но, конечно, уже последний, выбегающий слева вторым, он был неподъемен для Заеву. 2-0 на старте для Виталити. Но и сейчас оружейный в исполнении Spirit, посмотрим. Причем девайсы у них сейчас посильнее. Там Фамасы в количестве трех. Начинается такая легкая раскидка, уже заняли воду. Вот говорил Петрик, что едва ли дадут сейчас Виталити занимать активно воду с Spirit. И смотри, так и работает. Под флешку выходят, одного забирают, но мир разменивает. Прострел работает в ответ по миру. У мира остается три хитпоинта, ситуация крайне неприятная. RPK решил выдать также контроль на сторону шорта под чек Апекса. Апекс проверяет и добирает мира. Делает килл, да, мир вроде как проверял эту позицию, но Апекс сработал быстрее, чуточку быстрее. А снова флешка была. Вот до этого была флешка, и нужно было миру отвернуться сначала, что он, собственно, и сделал. Шок забирает чопера. Вот этот стандарт уже, который мы видели сегодня с тобой на оверпассе противостояния на IP и госэнд, тоже была флешка под подсадку. Сандаян проверяет подъем, собирает, казалось сначала, что оппонента, но нет. Апекс и RPK в паре сработали четко, пока спириты не могут найти свою игру в атаке в первых раундах. Три у Виталити, ноль у спирит. Как бы это ни было повторением карты Инферно. Напоминаю, что ребята разменялись пиками, причем не своими, чужие. Каждый взял чужой пик, все закончило 6-9 на Инферно, опять 16 на Дастя. Ну и теперь третий решающий оверпасс. Как сказал Петрик, судя по статье, это худшие карты обеих команд. В принципе, очень мало эти карты играют. Одна карта за три последних месяца у Виталити оверпасс, две карты у спирит было. И, естественно, все три эти карты были проиграны командами. Соответственно, кто-то сейчас имеет шанс свою статистику улучшить, а кто-то так и останется с бубликом. RPK стоит, ждет. Пока что. Ну, они так хорошо, парно с Месутой должны тут работать на приемке. По-моему, Месута голову видел, да. Откинул сейчас ХЕ-шку сразу, RPK на балконе, но при этом можно сейчас как-то запрыгнуть на план. Ну, тут такой раунд, чисто чтобы бомбу поставить. Так, а бомба среди, вообще, бомба лежит непонятно где, вообще. Чего они делают? Там завис у нас? А, это да, видимо, кто-то завис. Какой-то вообще баг. Может, бомба была все-таки тогда у них? Или радар завис? Нет, до сих пор там восьмой номер находится. Это завис радар, я так понимаю. А ну-ка, под Шаманти нам радар. Потому что, ну... А, нет, смотри, Сандо Янт не купил. А, нет, покупает. Ну, то есть спириты все играют. Короче, какая-то странная история. Это баг, сейчас нам повторы покажут, а в этот момент под шумок там уберут. Оп, нет, не убрали. Два восьмых игрока, вот это сильно. Действительно, ситуация такая, что надо шестого подключать команде Спирит. Тренеру садиться просто за компьютер. Начинается быстрый выход у нас от команды Спирит на точку Б. Они просто решили зарашить при счете 4-0. Как РПК никого не убил? РПК мог просто похоронить всю команду Спирит, но у него не получилось. Хотя дэмэдж должен был быть. Тем временем в спине Шокс Апекс будет действовать тоже где-то с балкона. Но 2 на 4 выбить Б будет трудно. Вообще по такому выходу сложилось такое ощущение, что должен был быть Молотов на бочке. Молотова не было. На право никто не смотрел вообще изначально. А там РПК просто, ну... Ему не хватило, не знаю, скорострельности автомата Калашникова или хэдшотов. Потому что реально он мог троих там урабатывать. Я говорю, складывалось ощущение, что там должен был быть Молотов. Просто все так заходили, даже не глядя туда. Что думали, что там будет контроль какой-то. Видимо, кто-то должен туда положить либо Молотов, либо, я не знаю, дымовую просто положить туда. Но в итоге мы получили выход, где никто не контролил бочки. Тем не менее, РПК ничего не показал. Вот только потом на него повернулись, и Мэджикс уже под флешку Чоппер расправился. Ну и вообще надо отметить в этом раунде именно Мэджикса. Так, 4-1. Виталити против Спирит. Ну первый раунд берут уже неплохо. Уже не отпускают далеко Виталити. Я вот боюсь, как они его взяли. Они просто зарашили, и там не без везения. То есть это говорит о том, что может быть пул тактик все-таки у команды Спирит. Ну не на высоком уровне, но поживем увидим. Все-таки, окей, взяли хорошо. Теперь делают дефолт. Шокс проверяет фонтан, ловит флешку, уходит назад. Тем временем Виталити укрепили Б-плэн, как обычно это делают. И все складывается неплохо. О, пофиксили нам эту восьмерочку. Наконец-таки. Мир тем временем с тиммейтами занимает область возле Зига. Тут у нас Зайвус АВП. И вот как бы не подставится на снайпера команды Гиналити. Мне нравится, как Зайва еще на подсадку поглядывает постоянно, чтобы там не прилетело из окна случайно вдруг. Тут все контролирует Зайву. Без лишних телодвижений. Мир. Чекает Зиг. Откидывается сейчас флешка, но Зайва уходит. Тем временем Мэджикс вместе с тиммейтами заходит. С одним, с одним, да. Вот они сейчас как раз пойдут в душевые, возможно, убьют. Шокс играет в упоре. Шокс играет достаточно рисково. Шокс развеивается смог. Две спины просто! Что-то бэйл! Как, как? О, вот это жесть. Ну как же так можно играть? Просто две спины. Ну они-то думали, что это банька. Давай попарь нас, говорят. Вот мы повернулись. А это не банька, это контрстрайк. Тут спинами лучше не стоять. Ну хорошо, хоть они подумали, что не тюрьма, не душевая в тюрьме. Банька. РПК у нас. Коктейль Молотова летит на монстр. Месута чекает одновременно на две позиции. РПК стоит. Ну 18 секунд. По-моему, сейвить надо уходить, и команда Спирит так и делает. Да, знаешь, такая грусть у меня, тоска по этому раунду, потому что ну как так? Просто все спокойно разыгрывается. Вот уже вроде кажется, что пошли проверять душевые. С попыткой выхода на А потенциально, чтобы дать информацию своей команде, через коннектор стянуться. Но просто два игрока, которые забегают душевые, вот так вот подставляются под сидящего Шокса за дымом, без проверки. Как-то халатно к этому эпизоду. Ну почему-то так, они были просто как будто уверены, что именно там. Хотя на самом деле, ну зайди, один лево смотри, другой право. Окей, дым развеивается. Он еще и дал шанс Чопперу развернуться там, если что. Чоппер даже развернуться успел, и выстрел даже успел дать. Не, ну это очень такой момент, прямо вот как с матчмейкинга списан. Странный, да, странный. Итак, 5-1. Бай есть все равно у команды Спири 2000. Ну сейвери все-таки три игрока. И в итоге быстренько заходят под монстра. Зайву. Будь неожиданным. Неплохо забирает первого. Тем временем дисбаланс на размене. Зайву. Ловит коктейль молотова. Ну нельзя. Ну что же вы делаете? Флешка летит слишком поздно, но благо под нее сам Дайанг сыграл. В итоге 3 на 3. А есть понимание, что, наверное, два игрока на Б. Но опять же, вот по аналогии, помнишь, кто это играл? Ну не пыгацент. Ты говорил, что не занимают, не контролят карту. Вот тоже. Был бы сейчас Чоппер где-то на лонге, как бы. Он мог под это бы пробовать сыграть. Ты знаешь, хотя бы в коннекторе даже. Хотя бы в коннекторе. А он стоит вот так вот. Ждет поджима, да. Ну поджима нет. Команда Виталити играет аккуратно. Слушай, ну идет перетяжка все равно. Пойдут через... Идет, но эта перетяжка, теперь они потеряли всю инфу. То есть они теперь вот пока не дойдут там по да, они как бы все, не знаю, 2 на Б, 1 на Б, где на что. То есть вот этого у них нет. То есть пока что команда Spirit блуждает. Чекается аккуратно лонг, 40 секунд. То есть на степе они пытаются все это пройти. Я так понимаю, на 20-й плюс-минус секунде, да. Но хотя нажали сейчас. Ну уже два опорника на А, кажется. Хотя второй смотрит. Тран, второй туда-сюда, да. То есть тут в принципе Виталити тоже потеряли. Но Шокс делает один килл, проверил. Теперь тянет время. Подтягивается, естественно, второй за все это время. Шокс еще смотрите, какую позицию принимает. Убойная, убойная позиция. Ай-яй-яй, еще одного не дожал. Но Апекс тут как тут. Никого не было на банане при этом. Вот так вот. Уверпасс третьей карты, оно как-то вообще, если честно, пацаны, Spirit. Вот знаешь, тут атака смотрится прям совсем скудно. Если на Инферно там Виталити переигрывали, как-то нагло искали какие-то выходы для себя. Ну тактически очень круто отыгрывали. А даст там, например, сравнивать Spirit вообще нельзя. На дасте там все очень топово, Spirit за атаку было. А здесь какая-то такая прям скудная атака. Не видна идея. Ну как будто они действительно не очень часто играют карту оверпасс. Ну третья карта, извините меня, но оставили же ее не просто так. На что-то они рассчитывали. Или они просто думали, что раз, ну Виталити тоже там на оверпассе не умеет играть, и мы не умеем играть. Ну давайте. Короче, посмотрим, кто больше не умеет. Ну это так себе, конечно. Ну пока плохо, пока плохо. Надеемся, что Spirit включится. Там летят какие-то дропы. I Disbalance с АВП. Статистика. По крайней мере, из приятных новостей можно бай делать каждый раунд практически. Статистика 1-7 у Чоппера, 2-2 фрага у дисбаланса и Мэджикса. В итоге Мир и сам Дайанг. Ну тоже мало, 3-4 фрага. В общем, пока напоминает Инферно в плане индивидуальной игры. Там тоже было все очень плохо поначалу у ребят из команды Team Spirit. В таком случае что, хотя бы 5 взять, да, надо? Так мы рассматриваем ситуацию. Ну да, 5, я думаю, было бы и хорошо даже. Апекс откидывает флешку тиммейту и дисбаланса дождался РПК. Еще один килл от снайпера команды Team Spirit. Тут уже как-то сами Виталити полезли. На этот АВП. Ну, решили на размене сыграть нам в монстре. Стоит и ждет. Но жалко, что Виталити не угадывает, не пытается. Там, правда, в длину подпушил Шокс. Он должен, в принципе, дать инфу, что никого нет. Все чисто пусто, чтобы Зайву пошел все-таки на точку B. Это в тебе сейчас Кейсер говорил, а не болельщик СНГ? Жалко. Жалко, говорит, что не угадывает Виталити. И сейчас в чате такие, что? Сеня, ты за кого болеешь? Не туда болеем. Да не, я не болею, на самом деле. Это правильно. Я чисто так, со стороны. Я же говорю, ты как старый Кейсер чисто. Ну, жалко, что не наказывают за такое. Я тебя понял, как бы, да? Но зрители могут быть в недоумении. Для кого жалко? Spirit вперед. Щиты подняли. Драконов в чат выслали. Все четко. Зайву и Шокс. 2 на 5 будут сейвить. Шокс на т-спауне. К нему Зайву, думаю, тоже может подойти. Или, наверное, коннектор будет смотреть. Но неплохо это получилось. Они сделали тайм-аут. Они обсудили, что мы даем дроп айдисбалансу. И мы как бы пробуем. Они, наверное, так подумали. Значит, Виталити постоянно на монстре лезут. Зайву старается все время делать какие-то киллы. Ну, давайте мы дадим дроп авп и попробуем от отстрела сыграть. Ну, это вышло. У него какой-то, видимо, рез был, когда с авиком сыграл на монстре Зайву. Ну, там не только он лезет. В итоге они и без него сейчас лишь полезли. Конечно. Там это просто глобально такая у нас у ребят стратегия. А тут, видимо, у него рез больше был в сторону как раз либо дуги, либо там лонга. В итоге он не играл на монстре. Ну, второй раунд есть. Спириты потихоньку подсобрались. Конечно, тяжело, пока это ничего не сулит. Но два раунда уже какое-то начало. Надо серию. Надо просто поймать серию. Хотя бы, как мы уже обсуждали, пять раундов набрать в этой половине. Было бы уже неплохо, учитывая, как пока скудно смотрится атака спирит. Да и Виталий те хороши-то. Оп, подсадочка. А давай дисбаланс посмотрим. Она редко сейчас работает. Крайне редко. А увидел и поезд, поезд, поезд. Но все-таки он попадает. Хотел спасти поезд Апекса, но Апекс не посмотрел. По расписанию поезд. Там, если не смотришь, очень тяжело, конечно, увидит. Но Шокс принял инфу. Он пушит, соответственно, себе перекрывает эту. То есть эта подсадка имеет свои плюсы и минусы. Килл-то они сделали. Но теперь после этой подсадки очень важно, конечно... Ой, Шокс. Ну, Шокс, конечно, тоже пошел. Чувак, ну, не заигрывайся. В итоге сейчас погибнет Шокс. Не, ну, Шокс уже думал, что там совсем, знаешь, все. Совсем вообще сидят против него такие неопытные игроки, как бы. И они будут смотреть точку оба. Не, на самом деле Шокс как должен был сыграть? Стой себе на детской площадке, давай полностью всю инфу. А твои сделают укрепление. То есть, на самом деле, спириты по-грамотному должны были потом после этого килла перетянуться еще на детскую площадку, бить Шокса и потом разыгрывать раунд. Но они этого не сделали. Шокс в итоге подарил сейчас раунд ребятам из команды Спирит. И потихонечку Спирит берут уже три, как минимум, раунда за атаку. Хотя вот РПК тут в опасной позиции. Смотрите, одна спина, вторая. Второй бок минус РПК в ответ. И все-таки за его падает. Но три есть. Но видишь, что же Виталити не безупречный далеко с ними. Можно играть, раунды можно брать. И Спириты, наконец-то, первую серию получают. Да, из двух раундов, но ничего, ничего. Можно добирать еще вот этот поезд уходящий. И на перроне один Нокий остается Апекс. С грустью помахал перед смертью Каской. Всем нам. 6-3. Счет становится. Виталити. Несколько раундов подряд отдают Спиритам. И сейчас у них экономический. Что, по идее, означает четвертый для Спирит. Если, конечно, никаких не будет вопиющих ошибок в этом раунде. В исполнении коллектива из СНГ. Чоппер сразу детскую занял. Тут смотрят поджимы. Смотрят какие-то пробросы гранат, возможные взрывы. Но Виталити не делали ничего эдакого. Ничего особо не взрывали. У них фактически полноценный такой раунд экономический. Купили парочку пистолетов. Но и до двух закупились. Двух плюс. Бомбу. Взял у нас айдисбаланс. Тем временем сам Дайянк немножко просел. Падает он в итоге от Миссуты. И дисбаланс тем временем с Миром. Чекает дальше монстра. На степе аккуратно подходит под точку Б. Миссута возвращается у нас сюда в большие. И сейчас, может быть, вдвоем Мира запушит. А вот не стал Миссута выскакивать, когда Апекс был под прицелом Мира. Ну, видимо, наши сейчас пойдут дальше. Айдисбаланс в итоге дождался Миссута. И сделал килл. А два на четыре. За его Шокс стоят на пленте. Ну и команда Спирит все-таки пойдет снова на точку Б. Ну, неплохую игру они на Б навязывают. Потом было бы неплохо еще. Тут экономически. Я думаю, что они тут не сильно задумываются об укреплении и так далее. Просто уже преимущество серьезное. У вас девайсы, как бы, выходи, выигрывай раунд. Тут не должно быть трудностей, когда у противника нет ничего. Шокс попытается, возможно, минус ножа сделать чисто для экономики. Такой вариант есть. Сидит. Ну, все. Падает в итоге Шокс. Вычислили его. Ну, авик будет, смотри. У них будет авик. У РПК 7000 накопилось. В итоге он сейчас даст его П, по идее. Зайву. Я правильно понимаю? Правильно понимаю. Снайперская винтовка даже у Шокса. А, это, видимо, под Респ, где у нас Шокс находится. Нет, передал им. Передал Зайву. В итоге сам купит. Ну, смотрите, спириты ходят под Б, и у них все получается. Значит, какие выводы должна сделать команда Виталити? Виталити должны Б укрепить или Б запушить. Но пушить не получается. Там дисбаланс авиком. Ну, то есть надо хорошо запушить. Ты смог сюда опустить флешки, и тогда, может быть, что-то как-то. Апекс прыгает. В итоге не кинул он ХЕшку, хотя хотел. Начинает нашивать, но там уже команда расплелась по разным позициям, поэтому прострел не сработает. А дисбаланс уже в зиге, и, может быть, пойдет дальше. Подсадка, кстати, для ребят. Сейчас попробуют бочки, а не отстреливать. Зайву там проверяет туда-сюда. В итоге мир выжидает тайминг, чекает бочки, немножко попадает на нас по колонне. РПК уходит, и в итоге надо отсюда уходить. Да, вот все тот же мой учитель Counter-Strike, а Петрик говорит, что это карта подсадок, надо их использовать постоянно. Кстати, заметить, что в матче на Эфи Го Цент подсадок было минимум. Да, но там такие ХЕшки летели просто знатные. А здесь напротив, видишь, команды пытаются как-то ухитриться, пытаются придумать какие-то нестандартные действия, которые, конечно, уже известны, но, тем не менее, не всегда против них ты будешь бороться и готов будешь. Ну, не будешь же ты каждый раунд контролировать эту подсадку. Ну, не будешь. То же самое касается и подсадок в защите. Но Vitality пока у нас не так много их использует. Мир проверяет бочки. Мисута и Апекс стоят на смалых РПК, чекает монстр. Мир заметил позицию, хотел в полете повесить, но все-таки рандом КСа не дает здесь фрагов. Дисбаланс проверяет смок. Ну, вот флешку бы ДРПК или смок. Оп, дисбаланс. Отличная работа. Дисбаланс еще идет вперед. Ну и команда Spirit выстояла под бэй. Начинает заходить, но при этом Мисута делает два минуса. Бомба выпала. Вся команда Vitality перетягивается. Апекс пытается нашивать смок. Не получается. Мир ставит бомбу не на дефолте, а у Цемента. И Шокс в итоге должен его, конечно же, забирать. Ну и в конце концов, снайпер команды Spirit. Дисбаланс. Да или нет? Баффик. Ну, эх, нет. Даже поугадывать не получилось. Слишком быстро все произошло. Vitality раунд берут. Ну, очень классно сыграл тут и Мисута, надо сказать. Два минуса дал в шорте. И Шокс довольно быстро выскочил после постановки бомбы. Сразу из шорта был неожиданным для своего оппонента. Его обезвредил. И остался один дисбаланс против двоих с авиком. Не самый мобильный девайс. Да, были шансы, убив там Шокса на шорте. Но этого не случилось. В итоге Шокс отрабатывает этот раунд шикарно. 7-4 в пользу команды Vitality Spirit. Проиграли раунд, но, блин, хорошо сыграли. Хорошо сработали. Виталити ставит даже даймал. Вообще пока дисбаланс смотрится круто, да, как раз на монстре. Как-то на него пока управы не находят. Ну, как-то вообще очень странно. Ходят только под Б, но получается окей. Шокс лучший Vitality на оверпассе за 6 месяцев. У него 1.12 рейтинг. Это как получается? Лучший на худший. Лучший на худший. Ну, Шокс просто, наверное, самый опытный игрок. Если они особо не играют в оверпасс, то Шокс и Apex это как бы два игрока, да и RPK, которые имеют опыт серьезный на этой карте. Кстати, вот тут ты посмотри, 11.1.5 подтверждает свою статистику. Вообще у нас сегодня, заметь, довольно удачно статистика попадает. Там у нас в первом противостоянии сегодняшнем тоже статистику приводили. Игроки оправдывали эту статистику. И здесь ситуация повторяется. Молодцы статистики, что вот так докапываются до истины. Так, коктейль Молотова у нас падает. Ребята ждут. СГшка. RPK стоит, ждет. Мисута тем временем с Фамосом туда-сюда. Бомба на руках атаки. Откидывается ХАЕ. Мисута в зиге. И в итоге снова спирита. Когда вот это говоришь, мне Мисута зил сразу на уме. Мисута в зиге. Оп. Изба у нас промахивается. Не знаю, эти, конечно, стояния под Б, друзья, это... Это очень, конечно, напрягает не только комментаторов, но и Виталити. Но тут есть игрок у них, да? Вот тут они одного игрока оставили, во-первых, поджим смотреть. Во-вторых, потенциально, может, он сейчас пройдет поглубже все-таки. И соберет еще какой-то информации для команды. Не думаю. Мне кажется, что спириты пока в подготовке к будущим чемпионатам отработали на овербазе выходы под... А там, по-моему, опять подсадка, да, готовится от спирит? Посмотри. Они находятся под базой Б. Да, подсадка Миры срабатывает. Ну вот, вроде как уже и было это, а все равно работает. В итоге Апекс падает. Еще один игрок туда же. Остается Шокс и Компания. РПК красный. РПК на малых. Попадает, по-моему, в голову. Нет. Да, голова есть 14 кп, но при этом Маджикс делает килл. И, соответственно, раунд для команды спирит. Ну, видишь, вот возвращаясь сегодня к моим словам о подсадках. Вроде как, ну, только что она была в предыдущем раунде. Да, да, да. И даже не сработала, потому что не было убийства. И все равно ты не будешь ее постоянно ждать. Не будешь, конечно, не будешь ее смотреть там. Потому что у тебя есть другие позиции на бае. Там монстры. Вот мы получаем ситуацию. Может быть. Ах, спириты берут пятый. И вот уже пять есть. Пять, о которых мы как раз говорили, дискутировали, что пять это уже было бы неплохо для спирит по такой игре в атаке. Но, слушай, с такой-то историей можно и больше добирать. Семь-пять-то тут поработать еще можно. Можно и сторону выиграть потенциально. Это, конечно, я уж фантазирую, но вдруг. Пытались поубивать девайсы, кажется. Но напоролись пока на очень грамотную защиту этих девайсов от Виталити. Тем не менее, под конец Шокса все-таки уничтожили. И снова эта подсадка. И снова Миссута, который пробегал. И в прошлом раунде, кстати. Вот он в такой же позиции находился возле этой колонны. Если бы там было убийство, раунд бы начался точно так же. Но не начался. И вот разница. Этот раунд выигран, тот проигран. Разница в этом минусе. Мэджикс идет у нас в направлении коннектора. Вся его команда идет в направлении Б-плэнта. В коннекторе как раз-таки будет снайпер команды Виталити Зайву. Такое точно нечасто увидишь, да? Ну, кстати, он уходит. Что-то пошел, зашел, вышел. Теперь на столах. На самом деле, не понимаю, как у ребят из команды Виталити вчетвером или втроем не удается удержать это Б. Причем им дают просто играть. Ты можешь стоять на детской площадке, собирать инфу, все делать. Оп, кстати, хорошая подсадочка. Но все как Петрик прям любит. Смотрите, подсадочка. Не залетает, как шоу, ты спай 250-го. Бывает такое. Так что надо было таким на девайсном все-таки удивлять. Да? Не, на девайсном тяжело, потому что на девайсном Зиг занимается. А тут была ситуация, когда в Зиге никого не было, поэтому они сделали. Заеву с Айвиком пытается отстрелить, но по большому счету надо сейвить. Заеву у нее два минуса. Два на три уже. Он там Юспик, конечно, у Шокса. Интересно, пойдет Заеву дальше. Да нет, я не думаю. Все-таки уходит назад. Мир тут, кстати, поджал своих соперников. И ребята уходят. Слушай, вот и шестой. Вот и шестой для Спирит. Хотят выбить этот Айвик. Очень хотят, но не могут. Не могут попросту справиться с Зайву. Все погибают практически. Один Чоппер остается. Говорит, парни, ну я уж, пожалуй, не пойду. Я лучше Айвик и нам унесу, дабы экономику сильно не подбивать нашу. Замечательный Спирит. Шестой раунд выбирают. Вот так мы в начале этой половины не верили. А они потихонечку, по чуть-чуть уже и шесть получили. Небезупречный Виталити. Это понятно, что ошибок от Виталити немало. И ты сам говоришь о том, что при укреплении базы Бевсера оно не удается ее сдержать. Да. Я не знаю. Просто, может, Уверпасс как-то поменялся или что. Но просто реально смотришь на карту каждый раз. У Спирит просто справа, правая часть, да, Восток. Или Юго-Восток. Юго-Восток занят. Сейчас все такие, так, это где? Смотрим на мох, ищем мох. Где Юг? Где солнце садится? Куда падать? В итоге сейчас Раш на Б теперь, смотрите. Раш на Б. Мир просто съедает вместе с Санда Янга Мисут. РПК делает один минус. Апекс на малых. Чекает дальше. Мир. Мир падает. Три на три. При этом подходит защита все ближе и ближе. Мэджикс стоит, ждет. Апекс нашивает. Коктейль Молотова хороший. Под него можно попытаться поставить бомбу. Айдис Баланс, минус Шокс. Апекс. Апекс за его делает минус. А бомба-то до сих пор не поставлена. А бомба-то могла ставиться, на самом деле. Не знаю, почему пошел. Все-таки три на два стояли парни. Но Чоппер отвечает по Апексу. Коктейль Молотова на хелпу. И поджигает. А бомба, кстати, упала. Опа-па-па-па-па. За его минус Чоппер. За его один на один. И все-таки Айдис Баланс говорит, нет, я лучший снайпер на карте, дружище. 7-7. Вообще, вот, Сеня, мне эта история напоминает атаку на Дасти. Где они нащупали Б, где нащупали этого Месута. И просто начинали ходить уже как попало. Просто забеганиями. Не, ну да, на Б тоже чаще там ходили. Но не так. Тут вообще. Нет, тут вообще все раунды на Б. Все на Б. Так на Б, сяк на Б. Раш на Б. Флэр, слоу на Б. Какой у нас матч? На Ви Фейс, да, по-моему? Где у нас там все раунды Фейсы в атаке на Б играли. Я просто удивлен. Виталити, видите, вроде, ну, опытные ребята. Но по ходу игры они не могут ничего придумать. Они просто не могут придумать, что делать, когда к тебе ходят все время на Б. А тут бац, кстати, и возможно, А будет выпад. Да, кстати, впервые там. Контроль коннектора как минимум сейчас идет тремя игроками. Спирит. Кстати, к коктейлям немножко не попали. В итоге за его не горит. Но атака пока играет аккуратно в коннекторе. Тем временем, нет, на Б все-таки пошла бомба. Да, да, разбежались. Поконтролили коннектор, посмотрели, нет ли там никакого поджима. Не, ну все равно близко на фонтане играет. Так близко Чоппер на фонтане еще не играл, друзья. Знаешь, как открывает у себя новые территории, такой выходит. Так, может все-таки А тогда разыграем, раз такая пьянка пошла. Чоппер такой, о, тут есть прикольные вещи. Банан. Праздник какой-то, наверное, шарики. Чоппер забирает Зайву. Соответственно, вот теперь можно было бы перетянуться. Ошибается у нас игрок защиты на Зиге. И бомба. Но бомба стоит все равно на монстре. То есть пойдут они на РПК. Там, правда, еще и Апекс может подключиться. Что делает при этом Шок? Шок, кстати, очень опасно заходит в спину. Чоппер его пропустил. А, он предупреждает. Он предупреждает, что такой расклад возможен. Атака что-то там ждет. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шокс бомбу выбивает. Это дисбаланс был. И тут бомба лежит. У Шокса ситуация удобная. У него еще игрок рядом есть. Мейнкаус! Что делает Зоус? Сам Дайанг у нас падает. Шоппер один против троих. Это была ненавязчивая реклама Мейнкаста. Мейнкаст, друзья. Подписывайтесь во всех соцсетях. Шоппер остается один против троих. Делает один минус. Шокс падает. 10 секунд. Нет. 10 секунд. Тут раунд не взять. Без шансов. Вот так нелепо получилось. Шокса просто пропустили, где у него в одном раунде это совершенно не сработало. Здесь срабатывает на ура. А могли бы первую половину там взять? Могли. Ну вот если бы тут, конечно, проверили. Да не, на самом деле спириты счет прекрасный. Да не, 7-7 шикарно. То, как они летели, то, как ничего не получалось. В итоге паузу поставили, пообщали. Говорят, ребят, пушим бетом и все до конца. Быстро, медленно, как угодно. Ходим на бетом. Говорят, ребят, я знаю, я еще смотрел одну демку, там мертвые типы стоят на бе. Давайте на бе ходить просто. Причем смотрел демку на дасте. Ну, пацаны, на дасте ходили на бе, там мертвые типы. Я думаю, у них на всех картах просто так. Давайте на оверпассе тоже ходить туда. Мы с тобой дискутировали во время перерыва. Все-таки вроде как на дасте совсем плохо на бе было. Здесь тоже на бе нехорошо. Но конкретно бе на инферно удерживалось шикарно. Вот там как раз ребята отрабатывали на ура в защите. Там мисута давал жестко за тремя постоянно. Там прятался, мансил. Там приемка работала на бе прямо на ура. Здесь что на дасте, что на оверпассе почему-то с бе проблемы. У меня есть другой вопрос. А что будет сейчас в атаке от виталити, если тут было стабильно бе-бе-бе-бе-бе-бе? Вообще без а практически все атаки на были провальными. Даже попытки туда были. Да нет, на самом деле виталити, если у них есть понимание, карта оверпасс хорошая атака, то они могут показать совсем другую атаку. В том плане, что дефолт, как-то там длина, банан. Должен бе, конечно, будут ходить наверняка. Но честно, то, как играли спирит, это очень необычно было. Это было очень необычно. И были бы на месте виталити другие какие-то ребята. Я думаю, что все закончилось бы плохо. Но против виталити это реально сработало. Они взяли очень много раундов. Теперь надо показывать хороший диффенс, уверенный диффенс. Посмотрим, насколько подготовлена команда спирит. Насколько вот они могут... В общем, забавно, что вот эти нелепые такие непонятные раунды, выбегания там без поджигания бочек, просто такие топорные выходы на стрельбу миксовались с вот этими шикарными подсадками, с какими-то интересностями, задумками. То есть не всегда так топорно отыгрывали спирит. Были и крутые моменты. И подсадка с этим проезжающим поездом убийства тоже там, игрока неподалеку от девятки. И вот эта подсадка, которую два раза делали под зигой, тоже сработала шикарно. Но как-то все равно миксовали. Ну, хаешки еще добавили. Наверное, действительно, ты верно сказал, что готовили атаку на B. Осталось только атаку на A еще подготовить. Но время-то есть, сейчас непонятно, что будет. Ну, видите, значит, статистика не врет. То есть наши аналитики сказали, что это слабые карты для Виталити и для спирит. Ну, и в итоге мы увидели вот такую вот игру. Половину, точнее. Теперь посмотрим, что во второй стороне. Может быть, все-таки Виталити, например, атаку лучше подготовили. Или спирит, наоборот, диффенс больше. То есть они реально, когда брали оверпасс, они такие, так, но у нас атака плохая, мы будем ходить на B. Возьмем сколько возьмем, а за КТ у нас вроде больше разобрано. Может быть, так это работает. Или у нас атака хорошая, но только на B. Да, или атака хорошая, а вот диффенсом непонятно что. Но, опять же, взяли довольно сильное количество раундов, поэтому, в принципе, можно побеждать. Можно обыгрывать команду Виталити в рамках этой встречи и зарабатывать речка. Просто учитывая, как складывались вот эти размены, открытия. Наверное, вот классная игра дисбаланса во многом сыграла на как раз монстре с АВП. Очень много полезной работы именно он выполнял, грамотно контролил постоянно. С другой стороны, когда за Иву единожды приходил все-таки с АВП туда, он сделал работу. Но до этого, кстати, только уже после этого раунда они договорились, чтобы он брал АВП постоянно и ходил его контролировал. Но, опять же, АВП очень сильно решает за КТ. Интересно, как айдисбаланс себя покажет во второй стороне. Которая начинается коэффициент от GGBET 1.79 на Виталити и 1.97 на команду Спирит. За Иву лучший игрок на оверпассе. All-time причем. All-time. То есть он лучший на дасте, лучший на оверпассе, ребят. Слушай, ну у него как бы MVP года, поэтому тут не мудрено, что он лучший на многих картах, если там не на всех, понятное дело, то на многих. Он должен быть лучший по статистике, чтобы это звание получить. По-другому, собственно, ты его и вряд ли получишь. Это звание MVP года. А учитывая, с кем он тягался за это звание, тут как бы вообще огромное уважение. Что так все получилось? Стоит у нас в коннекторе. Бомба лежит возле Т-спауна. Перетягивается Апекс сейчас своим тиммейтом. Ну и Vitality, я так понимаю, тоже решили не отставать от команды Spirit, ходить на точку Б. Но они немножко поконтролили сначала поджимы возможные, поджимов не было. И, видимо, будут заходить через коннектор на ЗИК. Бомба будет заходить в Монстр. Но коннектор они хотят до конца весь проверить. Что у нас по гранатам, кстати? Дым и флешек. Куча шок, кстати, с коктейля молотом. Летит флешка у нас на ЗИК. Мир решил отойти. Отворачивается этот гранат. Зайву ловят в итоге Мира. Тот падает. Зайву пытается найти малые пески. Мисута! Три хэдшота сразу. Шокс оформляет по Мэджиксу. И в итоге Айди с Баланс падает. Пять французских хэдшотов. Замечательно. Хороший раунд на старте. Да и, наверное, ходить на Б в контакт вот так с глоками. Это правильно, что ли? Это логично выглядит, чем идти там на длину, либо на дугу, где дистанция может быть побольше. Сейчас нам из глаз интересное Мисута покажет. Раз. На старте не пошло. Да, долго, долго. А потом вот так хлысь и хлысь. Стоп, как он третий? Ну, на рэндоме, на самом деле. Он просто уже стрелял. Судя по демоку, он вообще в него не стрелял. Прицел был. Вы просто учили, как нормального кейсера. Держи прицел на уровне головы. И стреляй. Как бы он пришел... Ну, спрей держал, и оно пошло-поехало. Хорошо. Сыграл Мисута. После даст, конечно. Это, ну... Плюс мотивация, плюс мораль. Ну и команда Team Spirit закупилась. Старая армора у них есть. Пока для меня самый зрелищный такой оверпасс был именно с точки зрения хитрости и подсадок. Это игра Force против Windstrike. На квалификациях к минору как раз. Ну, к мейджору в Рио. Собственно, вот этот цикл квалификационный. Вот там-то ребята показывали какое-то запредельное количество подсадок. Да, от двух подготовленных команд оверпасс это очень крутая карта. То есть, ты представь, подсадки, потом хаешки, прострелы, потом дефолт, который по всей карте, перетяжки туда-сюда, вычисления. То есть, на самом деле, тут, ну... То, что сейчас мы видели, это 10%, реально, 15% хорошо от карты оверпасс. Ну, команды еще будут готовить в любом случае эту карту. Тем временем, УЗИшка у Зайву. Хороший бай, конечно, у команды Виталити после взятой пистолетки. И что стоит отметить, всего две УЗИшки, ведь Калаши и Галилы. Но УЗИшка номер раз себя реализовать не смогла. Сам Дайан. Прекрасный хэт. В итоге, спириты в большинстве. Вообще, на секунду показалось, что как раз Зайву первый видит своего оппонента и будет отстреливать. Но вот так вот вышло все непрогнозируемо. Мир разменивает Месута. Мир забирает еще и Шокса. Вот они и Диглы. Теперь уже СНГ Диглы включаются. Французские Диглы всегда были опасны. Сейчас СНГ Диглы себя проявляют на ура. Три хороших качественных минуса. Апекс прочекал упор. Апекс заходит, ставит бомбу. 7 секунд до конца. Никто пока не обходит ребят. Хотя в банана пойдет у нас очень долго мир. Коктейль Молотова имеется. Очень важно сейчас игроку в банке не погибать. РПК кинул Молотов, пошел назад. Есть, есть уже. Но при этом все-таки уходит назад. И благо для команды Спирит. РПК делает всего лишь один минус. Апекса стоит посредний. Апекс на лонге. Дефузов у нас нет. Но при этом уже вся команда атаки на пленте. Команда Team Spirit справляется. Они берут этот форс раунд. Есть восьмой. Для Спирит сразу снова не отпускают Виталити. Далеко команда Спирит. Это очень здорово. Мир грамотно сыграл здесь на разменной позиции. Хорошо, что и Шокса сумел пострелить. Надо, конечно, сказать, что и Шокс тут не молодец в ответ. Потому что Шокс имел все время, чтобы убить своего оппонента здесь. Знал его позицию. Но стрельба подвела. Покупают, покупают ребята огромное количество всяких гранат. Взяли раунд. Галилы подобрали, калаши подобрали. Соответственно, даже еще и деньги сверху остаются у ребят из команды Спирит. Потому что на автоматы они не потратились. Но Виталити решили сделать тоже форсик. Посмотрим, насколько это получится. Насколько они умеют играть с плохими девайсами, с плохой экономикой. Поконтролили СМ чуть-чуть карту. Даже не карту, а поджимы. И вроде как пойдут в стиле команды Спирит в первой стороне на точку Б. По идее, как-то так. Интересно ли будет эту позицию держать. Будет ли вот так поворачиваться. Надеется, что его не прочекают. Непонятно пока. Но остается в этой позиции. Хотя сейчас видели, как оттуда именно прилетает дым. Идут на шорт. Четвером одного оставляют под монстром. Номер 3 это Апекс. Он с ЦЗ в упоре. Если будет какой-то дожим-поджим. Либо сам выйдет по таймингу, попытается наказать. Поглядим, как разыграют этот раунд Виталити. Тут никаких подсадок. Но укрепление Б.О. Спирит. Четыре игрока там находятся. Чоппер играет нас за колонной. Чоппер. Его не видно. Шокс падает. РПК тоже. И Апекс Мисута. Последние два игрока просто в салат. Сухую команда Спирит принимает выход на АБ-плэнт. Но вот он дефенс. Все-таки Спириты наверняка в первую очередь брали оверпассы. Отталкивались от своего дефенса. Потому как сейчас они играют очень хорошо. Проиграли пистолетку. Взяли сразу в ответ. И теперь справились с арморами. Какими-то галилами, калашами от команды Виталити. И теперь фул эко нас ждет от французского коллектива. Да, сейчас Спириты по всей логике должны вперед выйти. А потом уже посмотрим оружейный. Виталити решили именно вот так разыграть. Не слить один, а потом закупить. Решили все-таки сейчас полностью обнулиться. Ну, такой был полубай. Тут сложно сказать, могли ли Виталити получить больше, имея лучший бай. Но пока Спириты отрабатывают очень четко. Дисбаланс принимает в одиночку. Ну что, давай эйс. Чего уж там. Далеко, правда, номер 4 находится. Месута на шарах. Сейчас окажется с коннектора выходит. Месута забирает чоппера. Но дисбаланс делает эйс. Но не такой хайповый эйс. Все-таки это эйс на эко. Есть тут поправочка. Но это эйс. Сегодня первый, кстати. Да, эйсы не пахнут. Любой эйс – это эйс, друзья. Особенно, когда ты играешь в матчах ЕПЛ против Виталити. Это вам не хухры-мухры. Если вы думаете, что так вот легко выходишь и убиваешь даже там 5 глаков, поверьте, это не так. Виталити, ну, не в линейку стоят, двигаются, машнятся, стреляются. Поэтому айдисбаланс очень хорошо отыграл и, соответственно, заработал массу денег. АВП у него в кармане. Чекает яму, тем временем Виталити. Играет дефолт, а вот Шокс уже под Б. Ну и Виталити, ну, стоят возле фонтана. Хотя, опять же, наверное, еще можно перетянуться на Б, естественно. Но я думаю, это будет А все-таки. Шокс. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Это вообще такое. Я просто не смог подпрыгнуть на эти палеты и все. Тяжело, гравитация все-таки. СВ Гравити мешает. Да, это надо будет потом в повторе пересмотреть. Получил коктейль и не смог подпрыгнуть, друзья. Точнее, подпрыгнуть смог, но стрейф нажать тоже тяжелее. Это я так обычно прыгаю. Тоже тяжелее. В реальной жизни, правда. В Counter-Strike получше чуть-чуть. Смотрим дальше. Ну, все-таки. Все-таки сместились ближе к монстру. Готовят выход уже под Б, но тут шорт занят. Вода занята активно. Чоппер играет уже совсем близко. Чоппер отворачивался. RPK выходит, забирает его. Почему-то второй игрок не пошел с Чоппером. В итоге в одиночку Чоппер оказался отрезанным. RPK вскрывает еще и Мэджикса. И забирает Мира. Нет, не забирает. Мир расстреливается. Половина хитпоинтов остается у Мира. За его выскакивает и его забирают. Апекс разменивает на SDI, но тут Мир Апекса тоже забрал. Мир четко отрабатывает за всю команду сейчас фактически. И закрывает этот раунд Мир. Как же это было важно. Четыре убийства Мир. Очень близок был тоже к Эйсу. Но как-то вот с Чоппером непонятно получилось этот выход в одиночку в итоге. Хотя сначала пар нашли. Ну, пока на этой карте Чоппер далек от своего результата на карте ДАС-2. Тут восемь фрагов. По-моему, еще один игрок команды Спирит имеет плюс-минус столько же. Это сам Дайянг. Но ничего. Вторая половина впереди. Спирит и фавориты карты Оверпасс, друзья. Джиджи Бет. Причем посмотри на сколько. Да. Три восемьдесят семь. Один двадцать четыре. Вообще разуверились букмейкеры. Я уже как-то не верю в эти коэффициенты. Айдис Беллен забирает РПК. Беллея, Мисута, Дезерт Игл. Ну, четыре в пять с деглами без арморов. Тут, посмотри, тут экономика зашкаливает у команды Спирит. Тут даже если они отдадут рано или поздно раунд, то у них все равно будут деньги на один так точно. То есть два хороших бая. Виталити. Начали круто на Инферно, потом проиграли ДАС-2. И вот теперь, может быть, Спирит и приятно удивят СНГ-сообщество. Да, шансы есть на это. Но давай не будем загадывать наперед. Все-таки Виталити крайне сильная команда. Пока неплохо принимают их и на дуге, и поглядывают лонг. Также Шокс пытается отстреливаться в упоре. Игрока не забирает. А вот есть размен по дисбалансу, что неплохо для ребят из Виталити. Апекс тоже минус дает, но Чоппер включается. Апекса забрал, Мисута расстрелял. Шокс выскакивает, но Миры тут страхует. Спириты не без проблем этот раунд берут. Вот ты говорил об экономике, но тем не менее, постоянно Виталити откусывает по куску. Вот так забирает двух-трех игроков. И не получается у Спиритов прям полноценную экономику наработать. Ну, будут еще работать. Будут работать. У нас тайм-аут еще один команды Виталити. Всего два тайм-аута остается. И посмотрим, сумеют ли они найти какое-то решение и подобрать ключики к диффенсу команды Спирит. Сколько они уже за КТ взяли? Жалко, что тут нет, как-то посмотреть нельзя. Пять, шесть. У нас первая половина была... Виталити взяли пистолетный. И, по-моему, уже... Семи считай. Считай семи. Да. Ну, пять, короче. Пять. Пять. Да. Ну, пять раундов это не приговор, на самом деле. То есть, пять раундов... Ну, почему нет? Счет 12-9. Команде Виталити сейчас нужно начинать набирать. Но надо два подряд взять обязательно против команды Team Spirit, чтобы там все-таки какое-то обнуление экономики у нас было. Коктейль Молотова в яму. Подушили его игроки команды Виталити. Тем временем Disbalance чекает детскую площадку, забирает Мисута. Еще один минус. И вот такой вот размен. Но у нас на лонге еще есть Мир, который забирает РПК, откидывает под себя коктейль Молотова, откидывает Смок. О-о-о-о. Интересно. Как вам такие наглые решения? Но это уже чересчур, конечно. От Мира Мок... Ну, два на два просто ситуация. Два на два. Ну, отойди на лонг, что-то как-то придумай вместе. Но рисковал. Думал, что там один игрок, другой, наверное, Б обороняет. Поэтому была не была. Ну, в раж вошел. Он сам поджег, сам потушил. Сам себе режиссер, короче. То есть ник у него Мира, сыграл он Войну, друзья. Эх. Но смотрите, как играет Мэджикс. Это бункер. Позиция почти железобетонная, чтобы убивать первого. Но проблема в том, что потом второй выйдет... А-а-а! Зайву неплохо отыграл. Прочекал. Падает! О-о-о-о! Мэджикс. Все-таки это раунд для команды Виталити. Но теперь многие из команды Виталити погибли, соответственно, тратят много денег. Авик, правда, есть у Зайву. А остальные там будут, возможно, без каких-то гранат. Вот сейчас по всей логике будет раунд за два. Что до одних, что до других. Если тут проигрываешь, то и следующий отдаешь. Для Виталити, кстати, это может быть уже весьма фатально. Потому что 13-й, 14-й отдавать, там дистанция до 16-ти совсем уж коротка. Что касается спиритов, конечно, у них еще небольшой задел остается. То есть проиграв этот, проиграв следующий, только равенство Виталити получат. Но, безусловно, спирит такой расклад не устраивает. И они будут стараться сейчас максимально это предотвратить. РПК просел очень сильно. 35 хп у него осталось. Мир, тем временем, уходит на монстра. РПК и компания тут не могут выйти под Б. Тем временем просел Апекс, как-то по нему попали довольно серьезные. Он не попадает, а по нему как раз прострел залетает очень четко. Патрончик, что ли, по телу. Но 50 хп у Апекса, 35 РПК. Поэтому, ну, такой раунд надо пытаться тащить. О, вот то, чего не было у Виталити. Вот таких агрессивных поджимов. Причем снова чоппер выходит один, но на этот раз игрок находится ближе. На шорте потенциально может разменять. В итоге Зиг контролится. Но, опять же, этот контроль Зига говорит о том, что, мол, под Б никого нет. А на самом деле под Б все. Четыре человека просто стоят на монстре. Будут ли ждать сейчас тут чоппер с флешки? О, чоппер мог... Была, была, была флешечка от Шокса. Но при этом он не ослеп. Он как-то от него отворачивался, поэтому не ослеп. Но в итоге его забрали. Но Виталити поняли. Значит, он по нам собрал инфу. Как бы там три минимум на Б. Давайте все-таки перейдем. Вот, кстати, таких мувов у нас от команды Spirit не было. Они оставались под Б и брали эти раунды под Б. Но логически, вот так, как делает Виталити, это правильно. Они, смотрите, ушли на монстр, 30 сек. В итоге Spirit вообще их не читает. До сих пор стоят на Б. А Виталити сейчас будут через 10 секунд наставить бомбу. И Spirit и будут сейвить. Вот так вот. С другой стороны, четыре девайса в сейве. Это значит, что 13-й отдаваться... Точнее, 12-й следующий на Виталити не должен. Да, то есть тут все нормально. Можно этот отдавать. Ничего страшного в этом нет. Бомбу ставит Шокс. Все четко. И сейв четырех девайсов. Идти Виталити выбивать девайсы тоже не с руки. Потому что у них в экономике беда. То есть им бы свои не потерять. У них пять девайсов сейчас могут быть в сейве. Да, поставлена бомба. Но по идее только Шокс и Зайву себе могут позволить агрессивные действия. Чтобы девайсы на следующий раунд закупить. Причем у одного из них авик, понятное дело. Но идет Шокс. Как раз Шокс идет. Зайву даже не суется. Ему надо для этого хотя бы авик отдать. Потому что авик слишком дорогое оружие. Идет Шокс. Вот именно тот, у кого деньги есть в наличии. Потенциально на бай, даже если он погибнет. Но отдавать с другой стороны СГшку тоже нехорошо. Но посмотрим. Это все рассуждение. Вообще будет ли это убийство, пока непонятно. Да и уже девайс не заберут. Дисбаланс погибает. На реакции он не сработал по Шоксу. Минус авик, между прочим. Просто минус авик для команды Spirit. Понятное дело, что тут ни у кого не будет денег на его покупку. Это печальная ситуация. Да, не надо было отдавать авик. Ни при каких. Это очень важно. Но часто игроки недооценивают очень важность этого сейва. То есть надо засейвить кровь из носу, чтобы вообще никто не погиб. Видишь, как-то он не среагировал, что ли. Реакции не хватило. Непонятно, почему так. Вроде он был в позиции. Шокс вышел. Ну, там последние секунды. Как бы уже думал, все. Сейчас, следующий раунд. Потеря концентрации. Да, потеря концентрации. Мысли о будущем. Плюс тиммейты что-нибудь могут в дискорде говорить. Зайву тем временем уже на зиге. Готов вычислять точку B. Тут у нас 3 или 4 человека. Зайву с авиком. Ушел назад. Мир тем временем чекает зигзаг. Зайву забирает нас Мэджик с Шокса. Зайву проверяет дальше малые пески. Только бы не соваться туда. Ой. Зайву делает свой минус. Ситуация 4 в 4. С авиком стоит у нас дальше игрок атаки. Бомба на руках. Подбирает на СРПК бомбу. Ну и пока непонятно до конца, куда пойдут Виталити. Мы уже видели не раз от них неплохую перегруппировку. И они убегали на Аплен тогда. Но тут все-таки на Б, видимо, идут. И, кстати, на Б, ну, 3 человека команда Spirit может за этот раунд побороться. Выход. Главное тут не высовываться на Ави, как минимум. Пока что Апекс уже проходит глубже. Апекс уже за колонной. Апекс сейчас просто всех похоронит, судя по всему. Минус раз, минус два. Терпике за его падает. Чоппер отвечает по Апексу. Но в итоге не хватило одного. Дисбаланс чекал А. А, поэтому, ну, не мог он физически находиться с ребятами. Авик забрать? Ну, попробует как-то. Что он забрал? СГшка. СГшка. Там Авика он хотел Авик. Да нет, но он, я думаю, раунд хочет тащить. С Авиком тащить точно не сможет. Да нет, я думаю, он сейвить хотел. Сейвить хотел. Да, мне кажется, да. Ну, он так смотрел на Авик, понимаешь, влюбленно. Ну, СГшка. Ну, понятно, снайпер хотел Авик. Это логично, это как ребенок мороженое, баба цветы. Снайпер Авик, что там еще? Симпл Калашников или СГшка. Да нет, Симпл уже все, уже тоже Авик хочет. А, Симпл тоже Авик, да. Что еще, какие примеры? Ну, что, ну, валерьянка и коты. Собака-кость. Ребят, пишите свои варианты, пожалуйста. Какие могут быть? 12-12. Вот такой счет. Ну, все равно 12-12 получилось, но сейчас будет полноценный бай у Спирит, плюс засейвленная СГшка. Авик у Дисбаланса будет, он как раз обменялся девайсами с сам Дайангом. Будем наблюдать. Пока лучший в своей команде Дисбаланс. Очень много он работы сделал с Авиком в атаке. Сейчас надо в защите повторять результат, как минимум, и приводить свою команду к триумфу. Очень важный раунд играется. В первую очередь для Спирит. Опять за два. Зайву на столах. Чекает туннель. Прилетает граната. Сам Дайанг тем временем в смоке. Ждет. Команда Виталити вчетвером выходит. Кстати, у нас может сейчас повториться момент, который был у Шокса. Сам Дайанг пропускает. Видит две спины. Вот она, ответочка. Минус два. РПК и Мисута падают. Сам Дайанг уходит. С СГшкой. Шок с тем временем аккуратно на стейпе подходит. Подходит. И все-таки своего, наверное, заберет. Что? Нет! Сам Дайанг! Вот это жесть! Шок не попадает. Чоппер ставит точку. 13-12. Это проклятое место. Это проклятое место официально. Вот как раз и приводил в пример этот матч Фарзов и Винстрайк. Так вот там каждый раз вот такая ситуация возникала у Бондика. Бондислав находил вот эти убийства, прятался в смоке, как настоящий ниндзя. И всегда находил там минусы. То ли в огромный плюс за свои команды уходил, то ли разменивался один в два. Но всегда это было эффективно и выгодно. Спириты берут раунд. И это невероятно важно, потому что... Еще выживает всем. Они еще и все выжили. Почти все, по-моему. Или все, или почти все. По-моему, нет. Кто-то погибнул. Ай, дисбаланс. Выиграл 6 из 7 энтри дуэлей. И один клатч. Один в несколько. Один в несколько. Это по поводу этого матча, я думаю, статистически. Да-да-да, конечно. А, дисбаланс у нас что-то покупал. Кто умер-то в итоге? Кто-то умер один, по-любому. Там денег нет у дисбаланса. Ну и, кстати, немного денег у Спирит. У Виталити ситуация сейчас получше. И они тайм-аут нажали. Снова за 2 получается. Лос-бонус вот какой я не заметил. Должен быть нормальный. Опять же, то есть Виталити... Нет, Виталити, кстати, вряд ли будут делать эко. Плюс Виталити, может быть, бомбу еще поставят. Тоже важно. Дисбаланс ходит на столы. Пытается забрать яму. Промахивается. Уходит назад. И, наверное, через лонг попробует как-то отойти. Сам Дайянг, к сожалению, с СГшкой. Проверяет столы. Ай-дисбаланс чекает. Все так же лонг не уходит. Минута 30, но уже положил смог сам Дайянг. Оп! Ай-дисбаланс минус РПК. Но вот Эгизайву справился со штатным снайпером команды ТНЮ Спирит. И ситуация 4 в 4. Но без авика остается сейчас Спирит. И без лучшего своего фрагера остались в этом раунде. Но тут ничего страшного. Главное, что первые позиции они увидели. Плюс агрессивно, посмотри, два игрока проходят по монстру. Вот эта наглость, вот эта дерзость. И она может сработать. Апекс видит. Апекс не попадает. Да какие досадные промахи. Но Апекс наконец-то собрался. Сделал свой минус. И Мира разменял Месута. Но при этом на бейс еще один игрок сразу. Поэтому если быстро бы выходили Виталити, Чоппер, наверное, мог бы забирать. Виталити играет грамотнее. Халдят. И никуда не идут. А вот как в такой ситуации? Может парно лучше сыграть? Или все-таки по одному на плентах? В такой ситуации... Вот они остались 2 в 3. Я понимаю. Ну смотри, сам Дайанг все-таки по одному. Дело в том, что нет. Чопперу надо просто играть на халпе. Чтобы заметить, по возможности отстрелить. Вообще каждому игроку в такой ситуации надо заметить, по возможности отстрелить, но не умирать. Вот так лучше сыграть. Вот так как Чоппер сыграл, видите, в итоге 1 в 3. Ну да, Мисута по сути... А Чоппер бы был на халпе, а не умер бы и сделал, возможно, минус. И тогда бы сам Дайанг подошел. А может быть сейчас сам Дайанг покажет нам какую-то фантастику. Видел игрока на шорте, забрал его. Заметил Зайву, знает его позицию. Мисута тоже понятно, что ставил бомбу. Где-то неподалеку должен находиться, хотя в смоках мог бы пройти в шорт. То есть тут Мисута не прочитается. Чекает смок. Зайву из-под колонны при этом не выходит. Сам Дайанг начинает топать. Фейкует пистолетом. Играет на пленте. Делает имитацию дефуза. Забирает на Смисута. Что по дефузам? Есть дефузы, все хорошо. Зайву один на один проверяет. Бомба выходит. И все-таки не мажет снайпер команды. Но видишь, какая история получилась, что из-за дымов он не мог отрезать шорт. Он потенциально все равно ждал игрока шорта. Да нет, ну он 1 в 3 вообще был. Еще и перебегающий мог быть с монстра в шорт. Ты хороший вопрос задал. Тут неправильно играли ребята. В частности, Чоппер на бочках стоял один. То есть позиция такая, где ты не можешь отойти, где ты не можешь дать инфу заранее. То есть или да, или нет. Но в итоге тебя проверяют и скорее нет, когда тебя проверяют. А проверяют тебя по-любому, потому что это бочки. То есть шанс там сыграть как бы такой себе. Слушай, вот тут тоже интересная ситуация. У них там что-то под 4000 у всех. Наверное, все-таки бай такой очень аккуратный. Типа там до двух чуть больше, до двух плюс. 30 тысяч фрагов. Апекс набил только что, ребят. Поздравляем. 30 тысяч фрагов за одну карту. Вы говорили симпл там, кто еще у нас там чемпион. 30 тысяч фрагов человек набил. И это 13-13 с командой Team Spirit. Вы вообще когда-нибудь на таком видели. На самом деле шутки с шутками, но только что Апекс перешагнул свою статистику в 30 тысяч фрагов глобальную. То есть этот человек, я так понимаю, на про-сцене что ли? Хотя 30 тысяч на про-сцене. По-моему, много все равно. Не знаю. Но какие-то 30 тысяч фрагов. А может просто решили написать 30 тысяч. Нравится какая-то сумма. Тем временем 40 тысяч на трансляции. Spirit против Vitality, друзья. Это очень много. Поздравляем. Поздравляем мы всех. Статистика КС растет. У нас миллион игроков практически каждый день. И все больше и больше. И это классно, конечно. Тем временем у нас форс от команды Spirit. О-па-па. Это вабанг. Но благо забрали Зайву в этом раунде. Это круто. То есть игра, чтобы сломать сейчас максимально эту экономику, взять этот раунд. И действительно выйти на 15 по факту. Если этот раунд выигрывает, студеннику атаки нет. Мэджиск на монстре. Прилетает флешка. Фамас полетел. Мисута забирает Мэджиска. Ситуация 2 в 3. Spirit в большинстве. Apex и RPK заходят через монстр. Самда Янг с МП Хай Чоппер на бочках. Чоппер прячется. Самда Янг пытается спамить, чтобы Чоппера не проверили. Так и происходит. И Чоппер. Отличный спрей. 14-13. Spirit в итоге зафорсили. А там денег нет. Этот форза решал. И денег нет. Отличное решение. Ну, очень решение, скажем так, волевое. И оно тут сработало. Вот это точно случай. Это был раунд. Возможно, победа. Возможно. Большой риск, большая награда. Реально это тот случай. The winner takes it all. Есть такая фраза. Друзья. А вот что делает сейчас Виталити? Вот что? У тебя 1400, 1600, 1500. Главное не рыдать. С другой стороны, что? Можно на экономическом поставить бомбу пойти. Дать 15-й. Потом закупиться. Или нет. Ну, как тут играть? 1400, 1600, 1500 и не отдать 15-й. Что тут надо сделать? Ну, смотри. Они принимают, по-моему, самое отвратительное решение. Бай, да? По моей логике. Но, опять же, я очень в этом плане… Консервативен? Консервативен, да. То есть я… Ну, просто я не верю. Нынешние игроки, опять же, вот я всегда сравниваю. Вот Симпл, да? Крут, классно. Вот Симпл полетел на кэше с АВП и сделал два минуса. Вот он так может. Хотя, на самом деле, это спорное решение. Кто может сказать, что ты полетишь просто и сделаешь два килла? А он полетел и сделал. И тут, как бы, тоже ребята форсят и, может быть, возьмут этот бой. Хотя это очень спорное решение. Они сейчас форсят. Они, по идее, могут проиграть. И у них снова нет денег. А у Спирит уже 15-й. И в итоге Спириты становятся чемпионами в этой игре. Ну, это матч, точнее. Не в игре. В игре с чемпионами пока еще нет. Поэтому очень спорно. Ну, посмотрим, с пистолетами будут сейчас заходить с флешками, с маками. Но при этом там три человека. И только ошибки команды Спирит могут сейчас забрать у них эту победу. Только ошибки команды Спирит. Почему-то что будет? Четыре шорт, один монстр. Так получается. В общем, один монстр чисто страхующий. Там Чоппер уже пропрыгивал, кажется, заметил игроков. Должен был, по крайней мере, взрывают Шокса на третьих УП. РПК тоже прилетает. Но как вот, как этот раунд взять? Это фантастика просто. Полетели банки. Выходят ребята из команды Виталити. Шокс уже в малых. Но вот так вот пропускает. У нас просто Шокса очень важную позицию. Все в смоках. Классная закидка от Виталити. Бомба все-таки падает. Сам Данянки совсем ожидал здесь увидеть соперника. В итоге у нас 3 на 3 есть даже какой-то автомат. Нет, все с пистолетами до сих пор. Они не подобрали никаких девайсов. А и дисбаланс. Чекает малый. А Шокс-то прячется. Шокс-то спрятался. И дисбаланс его не увидел. Инфы по Шоксу, по идее, нет до сих пор. Шопер ходит по Б. Вообще не понимает, куда они пропали. Ребята, они где-то здесь. Налево. 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 Есть. В итоге бомба есть. Можно поесть. Мир чекает монстра. И команда Spirit берет 15-й раунд. 15-3. У Виталити снова нет денег. У Spirit экономики хватает на 2 раунда. Ну, как-то так, друзья. Напоминаю, мы видели Инферно. Мы видели Даст, теперь третий решающий. И вот получается, действительно, вот кто бы мог подумать на Инферно, когда команда Spirit летела, что будет интересный матч. Вообще, какие шансы. То есть, там, окей, я не спешу, там, кто-то выиграет, кто-то проиграет, но что будет интересный матч. Я когда смотрел, опять же, эту атаку на оверпассе от Spirit, я тоже не думал, что будет интересный матч. Ну да, начиналось все довольно скудно, а потом бац-бац-бац. В итоге получается интересная катка. Возможно, последний раунд скаута Тапикса и пистолету у всех остальных ребят из Виталити. Сложнейшая ситуация для Виталити, но они сами себя в нее загнали, не играя в экономический предыдущий раунд. Вот там действительно можно было сэкономить. Играть сейчас полноценный бай, отдавая 15-й Spirit. Всего этого не случилось, и мы смотрим, ну, битву на... Знаешь, вот это, когда пишут в Counter-Strike, put a knife into a gun round, gunfight. Вот это то же самое. Взяли как будто нож против оружия. Но здесь есть кое-чего. Там с деглами можно, конечно, отработать. И уже попадает по дисбалансу. Но очень опасно. Подошли сейчас, кстати, Виталити под аплэнт. У Spirit 2 пока человека. Третий, в принципе, довольно быстро может подойти. Но дисбаланс просел. Что по банкам? Нужно обязательно сейчас смог своевременное откинуть. Куда-то пода, чтобы не так просто заходилась Виталити. Кстати, смог полетел, но на 50-й секунде. Поэтому лонг, в принципе, может подождать. Чоппер падает. Но из-за этого сам Дайянга, может быть, не проверят. Сам Дайянг. Сам Дайянг видит одну спину, не видит вторую спину. Не ошибается. Забирает двоих. Чекает дальше туалеты. Разваливает Зайву. Разваливает Шокса. И мир ставит точку в этой игре. Я тебе говорю, это проклятые. 16-13, друзья. Ребята. Живые проклятые. Да, молодцы, ребята из команды Spirit. Порадовали абсолютно все наше комьюнити, сообщество. Оверпасс остался за ними. Они просто интригу нам дали. Говорят, ну смотрите, вот мы на Инферно. Расслабляемся, значит. Показываем, что можно дать этим Виталити карту. Свой пик отдаем, нам неинтересно. Даем интригу зрителям. Точнее, не показываем на Оверпассе за атаку, что мы умеем играть. На А не ходим. Тупо под беда на А тактики не палим. Не палим ни дефолт наш, ничего. Просто ходим на Б, чуваки. Дисбаланс туда и мы туда ходим. А потом просто за диффенс уже берем игру. Да, да, это домашние ребята. Это по-нашему, да, это круто. Да, французы, конечно, тоже молодцы. Вот эти два раунда просто нереально каких-то в дыму. Один, второй просто вот последний, который не чекает. Просто душевые, я не знаю. Там медом намазано, наверное. Они все идут туда, пропуская просто. Тут Tunnel Vision просто смотрим. Там атака на душевые. Где люди? Непонятно. В спину раз, тут в спину два убивают. Что с этим делать? Непонятно. Посмотрите, он сидит там два раунда. Но я хотел бы, друзья, напомнить, что на GGBet существует отличный промокод EPL, который посвящен как раз-таки 11 сезону ESL Pro League. И этот промокод дает возможность до 200% к депозиту. Да, удвоите свой депозит. Да и на самом деле видим, что сегодня по прогнозам фаворитами были Vitality. Тут шикарная ситуация была для болельщиков в СНГ. Двойной выигрыш. И андердоги побеждают. И наши мальчики побеждают из СНГ. Которых вообще тут не должно было быть. Если что, они бумов заменили на этом турнире. Потому что бумы у нас решили поехать в Бразилию из-за ситуации в мире. И действительно Spirit и тут в выгодном положении оказались. Еще и Vitality хлопнули счастья, радости, веселья болельщиков СНГ и, естественно, для команды Spirit. Мы с Сеней свою работу на сегодня, я так понимаю, заканчиваем. Ну а кто у нас работает, не покладая рук, это, естественно, аналитики. Им слово.